Рада вас всех приветствовать. Здравствуйте. Меня зовут Донькова Соловьей. Сегодняшняя тема у нас – определение оптимальных сроков вязкий суп. Давайте для начала познакомимся с кем мы еще не знакомы. Я сертифицированный ветеринарный репродуктолог. Прошла обучение и стажировку в ветеринарной клинике «Калибри» города Москвы по специализации ветеринарной репродукции мелких домашних животных. Длительное время занимаюсь репродукцией и в 2018 году успешно защитила кандидатскую диссертацию. На данный момент являюсь кандидатом в ветеринарных наук. На протяжении длительного времени занимаюсь ветеринарной репродукцией и со временем я основала авторский курс по обучению ветеринарной репродукции. Этот курс позволит вам обучиться специализации с нуля. То есть вы обучаетесь по программе курса, получаете сертификат ветеринарного репродуктолога и можете вставать на прием и вести приемы по ветеринарной репродукции. На данный момент я думаю, что вы знаете, насколько популярна эта специализация, насколько она важна, потому что многие заводчики ищут хорошего ветеринарного репродуктолога. И по своему опыту могу сказать, что отбоя от клиентов, можно сказать, нет, потому что очень популярна стала эта проблема. Сами представляете, если, например, собаку привезли для того, чтобы повязать ее из какого-то другого города или с другой страны, она по какой-то причине не может забеременеть, то, конечно, в первую очередь обращаются к ветеринарному репродуктологу. Поэтому мой курс, он как раз-таки направлен на обучение моих коллег и все эти знания, которые я за все это время накопила, изучая иностранную литературу, ездя постоянно на различные семинары, все это я воплотила в жизнь и доступно все для вас. Поэтому обращайтесь в Уралбиовед, у них это все есть. Теперь давайте все-таки приступим к теме сегодняшней заявленной. Хочу сказать о том, что в принципе проблема, связанная с неправильным определением фертильного периода, то есть периода, когда собака может забеременеть, если будет коэтус, это наиболее частая причина бесплодия. Примерно 50% животных, которые обращаются ко мне на прием с временным бесплодием, то есть они повязали один раз, ничего не получилось, второй раз, третий раз, хозяева уже отчаялись, они приходят ко мне на прием и ищут какую-то обязательную болезнь. Но очень часто происходит так, что мы обследуем собаку, не находим никакой болезни, у собаки все хорошо, вяжем в следующий раз с определением уже овуляции, и собака становится матерью. Поэтому я могу сказать, что это наиболее частая причина временного бесплодия и наиболее частая причина обращения к репродуктологу. Конечно, большой поток и с табелями приходит, и с какими-то другими проблемами, связанными с репродуктивным трактом, но все же определение овуляции – это прям серые будни репродуктолога, так скажем. А зачем вообще нужно определять овуляцию? Ну, во-первых, неправильное определение дня овуляции является причиной, как я сказала, временного бесплодия в 50% обращения к репродуктологу. Во-вторых, от правильного определения фертильного периода будет зависеть количество щенков. И представьте, если, например, это заводчики, да, и каждый щенок у них, естественно, подсчет, и когда они обращаются к вам, вы правильно определяете у них фертильный период, и обычно у них сука приносит, например, 3 щенка, а здесь она приносит 6 щенков. Естественно, что к вам будут обращаться постоянно. Поэтому вот этот семинар, который сегодня, вебинар, который сегодня проходит, он очень-очень актуален, послушайте его внимательно. День овуляции индивидуален у каждой особи. Это разговор о том, что очень часто люди вяжут собак на какой-то определенный день. У кого-то это 15-й день полового цикла, у кого-то это 12-й день полового цикла. И прям всех собак подряд вяжут, забывая о том, что у каждой собаки фертильный период разный. У некоторых собак это может быть 6-й день течки, у некоторых собак это может быть 22-й день течки. И если такую собаку повязать на 12-й день, естественно, что никаким щенкам это не приведет, от беременности не приведет. Кроме того, даже у одной собаки фертильный период и овуляция может меняться. То есть есть такие особенности у собак, что, например, в эту течку овуляция может произойти на 12-й день, а в следующую течку на 20-й день. Поэтому нужно каждый раз, каждую течку, когда вы планируете вязать собаку, вернее, ваши клиенты планируют вязать собаку, необходимо определять овуляцию заново. Далее. Методы определения овуляции. Я здесь перечислю все методы, а далее дам протокол, который использую я в каждодневной своей практике, который мне кажется наиболее адекватным, наиболее подходящим и наиболее результативным. Конечно, есть заводчики, которые, например, определяют только по поведению, что собака готова к оплодотворению. Есть определенные поведенческие признаки. Собака допускает вязку, собака привлекает кобеля, но не просто привлекает, а именно допускает вязку. Определенное положение хвоста, но это все не точно. Я думаю, что вы это понимаете. Поэтому мы, как врачи, конечно, выбираем более точные варианты, потому что по поведению можно ошибиться даже опытным взглядом. Дальше. По интенсивности выделений. В определенные периоды интенсивность выделений разная. Если мы говорим о стадии анеструса, то есть отсутствии течки, то в норме никаких выделений нет. Если мы говорим про стадию проэструса, то есть предтечки, когда собака уже потекла, у нее отечная вульва, у нее обильные кровницкие выделения, обильные достаточно и ярко-красные. Если мы говорим про эструс, то есть период, когда у собаки произойдет овуляция и когда оплодотворение произойдет, если в этот период провязать собаку, то там выделения становятся менее обильными и менее красными, ближе к розоватым. Также розоватые выделения уже в конце стадии проэструса. То есть перед эструсом за пару дней выделение, характер выделений уже меняется. Далее. Вагинальная цитология. Как метод репродуктолога с микроскопом вообще не стоит реставаться к репродуктологу, потому что каждый пациент, который перешел порог вашего кабинета, обязательно должен быть обследован. Вагинальная цитология должна быть у него взята. Это ваш опыт, поэтому обязательно это делайте. УЗИ. Эндоскопия. Очень хороший метод. Жаль, что не в каждой клинике есть эндоскопы, поэтому не для всех он актуален. Но зато микроскопы есть в каждой клинике, поэтому вы можете вполне этим методом пользоваться. Дальше. Определение кристаллизации слюны. Есть такой метод. Любят его заводчики. Я о нем чуть-чуть расскажу. Подробнее не буду останавливаться, потому что это не метод врача. Это метод заводчика, и он не точный. И определение, естественно, по гормонам. По литонизирующему гормону и по прогестерону. Итак, мой наилюбимейший метод – это, конечно же, вагинальная цитология. Этот метод не точен, потому что он зависит от опыта ветеринарного репродуктолога. Я бы хотела вам дать небольшой совет. Если вы планируете заниматься репродукцией, то не ленитесь и берите мазки вообще у всех собак. Пришли, например, с собакой на вакцинацию. Возьмите мазочек. Таким образом, у вас будет опыт, который у вас останется. И после того, как вы посмотрите, например, 100-150 мазков, вы уже будете понимать, где норма, где патология, где у нас проэструс, где эструс, где метэструс, поэтому берите мазочки. Так, в принципе, достаточно точный метод, но не стопроцентный, конечно. Дальше. Суть метода заключается в том, что мы определяем клеточный состав вагинального мазка. И в определенную стадию полового цикла он будет разным. Когда мы пытаемся подобрать момент, когда у собаки произойдет квартильный период, мы ждем конкретную картину микроскопическую, которую я вам сейчас дам. Очень важно соблюдать технику забора вагинальной цитологии, так как от техники забора будут зависеть результаты. Вы можете просто неправильно определить. Для этого нужно знать анатомию репродуктивного тракта СУК, нужно знать, где у них находится клитеральная ямка и ни в коем случае туда не попасть, потому что в клитеральной ямке скапливаются как раз-таки поверхностные бильядерные клетки, которые характерны для стадии эструса. Даже если вы возьмете мазок оттуда в стадию проэструса или анаэструса, у вас будет картина уже эструса, и вы можете ошибиться таким образом. Я даю технику более подробно в своем курсе. Здесь могу сказать, что вести нужно зонт по дорсальной стенке влагалища для того, чтобы не попасть в эту клитеральную ямку. И таким образом вам удастся избежать очень частой ошибки начинающих врачей-репродуктологов, я имею ввиду. Поэтому техника очень важна. И еще важный момент. Собакам очень некомфортно, когда зонт вводят в влагалище сухой. Поэтому лучше смачивать физраствором зонт и вводить вот такой вот влажноватый зонт. Они лучше на это реагируют. И картина микроскопическая у вас будет четче, там будет больше клеток. И это очень важно. Далее, когда вы переносите мазок, когда вы делаете мазок, то есть вы берете зонт, и вы не трете вот как бы зондом вот так туда-сюда по стеклу, а вы отпечатывающими движениями делаете несколько отпечатывающих движений со всех сторон зонда. Тогда у вас получится мазок с большим количеством клеток, по которому вы точно сможете определить такая стадия полового цикла у суки. Итак, наверное, я скажу пару слов об Анеструсе, потому что бывают случаи, когда по каким-то причинам нам приходится смотреть и суку в состоянии полового покоя, в состоянии Анеструса. Например, когда приходят с подозрением на Вагенит, и нам приходится смотреть Анеструс, в стадию Анеструса, мазки. Поэтому вы должны знать, что там должно быть в норме. То есть в стадию Анеструса должна быть слизь и единичные парабазальные клетки. Это вот такие. Но вот видите, в Проэструс их много, а в Анеструс их прям единицы. И слизь, те же слизи. Это в Анеструс. Далее, следующая стадия. Это Проэструс, это стадия предтечки. То есть сука уже течет. У нее есть среднистые выделения из влагалища. Но если в этот момент собаку повязать, то это будет насилие. В этот момент собака уже проявляет поведенческую реакцию к кобелю. То есть она завлекает его. Но при этом саму вязку не допускает. Я очень много историй слышу в своей практике о заводчиках, которые держат бедных сук и вяжут их. То есть если собака по какой-то причине не допускает вязку, то одна из этих причин, то что вы вяжете собаку просто рано. Очень важно собаку вязать в Анеструс. Потому что в Проэструс это состояние, когда она уже понимает, что с ее организмом что-то происходит, гормоны уже начинают вырабатываться. Но при всем при этом собака физически не готова к половому акту. Поэтому в этот период вязка это будет психологическая травма для собаки, насильственная, так скажем. Никого держать не надо. Когда собака готова, она сама подпустит кобеля и допустит коэтус, то есть половой акт. Итак, первая у нас стадия полового цикла это Проэструс. В Проэструс мы видим интермедиальные клетки, мы видим парабазальные клетки и мы видим большое количество, вот это уже такой большой поздний Проэструс, потому что у нас тут не так много эритроцитов. В ранний Проэструс будет прям все поле зрения, в эритроцитах и будут интермедиальные и парабазальные клетки. Кроме того, в стадию Проэструса вы можете увидеть прям метоз клеток, я очень часто его вижу, то есть будет одна клетка с двумя ядрами. Это является абсолютной нормой в стадию Проэструса. Когда мы видим вот такую картину, ну вот, да, что-то похожее, но это больше артефакт на самом деле похожий. Когда мы видим такую картину, это говорит о том, что собаку вязать еще рано. То есть это еще Проэструс и нужно прийти на повторный мазок. Далее. Это у нас эструс. Это то, чего мы ждем, ожидаем и хотим увидеть. Смотрите, какие у нас клетки. У нас клетки либо безъядерные, да, поверхностные, с некрасивой, неровной стенкой. Они угловатые, такие все треугольные и собираются конгломератами такими. Вот эта картина эструса, это значит нужно брать прогестерон, и для того, чтобы было заключение, да, о том, что действительно у собаки эструс. Ну, то есть, так как получается у нас определение микроскопии это не стопроцентный метод анализа, лучше, когда вы видите картину эструса, подтвердить ее забором сыворотки крови на прогестерон. Таким образом, если собака по какой-то причине не повяжется, ну, например, у кубеля может быть не очень качественная сперма, у вас будут цифровые численные значения того, что у собаки действительно был эструс. Вот, поэтому, если вы видите такую картину, то вы можете отправить сыворотку крови на определение прогестерона, дабы подтвердить вагинальную цитологию с помощью лабораторных методов исследования. Вот это картина эструса, поверхностные безъядерные клетки. В стадию проэструса, позднего проэструса, вот эти поверхностные безъядерные клетки тоже могут быть, но именно в стадию эструса количество этих безъядерных клеток поверхностных должно быть от 80 до 100%. То есть в поздний проэструс этих клеток может быть, например, 60% или 40%. И потом, когда вы научитесь и будете очень часто проводить цитологическое исследование, вагинальную цитологию, вы сможете понимать, через сколько дней собаке нужно прийти на повторный мазок. Изначально хочу сказать о том, что первый мазок делается на пятый день течки. То есть на пятый день вы делаете первый мазок. Затем вы говорите, вы видите картину и видите то, что, например, это еще только ранний проэструс. И говорите, ну приходите с собакой, например, через два дня. Вначале я бы рекомендовала вам не делать большие интервалы между исследованиями, дабы не пропустить фертильный период, потому что есть суки, у которых фертильный период может длиться всего два дня. И если вы этот момент пропустите, собака не повяжется. Но это опыт, со временем вы это все поймете. Я вам пока даю часть, которую вы должны проработать, конечно же, сами уже. Дальше. Это картина грустная. В плане того, что если вот как раз произошла ситуация, когда вы думали, что нужно прийти на повторный мазок через пять дней, и видите, что появились нейтрофилы. Это значит, что у нас уже стадия метеструса, овуляция прошла, фертильный период прошел, и все уже как бы вязать уже смысла нет. Вот это стадия метеструса, это стадия после овуляции. То есть мы тоже видим интермедиальные клетки, мы тоже видим парабазальные клетки, но они уже в меньшем количестве, и появляются у нас нейтрофилы. Нейтрофилы – это не воспаление в метеструс, это абсолютная норма. Не нужно при такой картине собаку начинать лечить антибиотиками. Нет, это норма. Далее. Существуют еще и методы, как я говорю, связанные с определением гормонов. То есть определение прогестерона и определение лютонизирующего гормона. Если вы не уверены пока в своем умении, вы можете брать прогестерон вообще каждый раз, когда собака к вам приходит. Пришла, например, она на пятый день, вы взяли прогестерон, посмотрели, значения базальные, рано. Говорите, приходите там через два дня, снова взяли прогестерон, опять рано. Я так не делаю, потому что я уже долго работаю и уже примерно знаю, когда этот прогестерон нужно брать, и беру я его непосредственно тогда, когда у меня вагинальная цитология показывает картину эструса. Соответственно, мы берем прогестерон и можем определять его несколькими способами. Существуют экспресс-тесты, но я ими не пользуюсь, потому что они не совсем точные. Там определяется по оттенку цвета. То есть там голубой, беловатый цвет. И это, я считаю, очень субъективный метод исследования, так как он зависит от умения человека определять цвета. У всех разное это умение. Существуют стационарные лаборатории. Если вы из какого-то маленького города и у вас вообще нет ветеринарной лаборатории, вы можете отправлять в медицинские лаборатории, так как это не видоспецифичный гормон. То есть в человеческих лабораториях значения будут те же самые. Единственное, нужно будет переводить в нанограммы. Либо в ветеринарные, в медицинские лаборатории тоже можете. Соответственно, зачем, например, я беру прогестерон, когда я уже и так знаю, что у собаки эструс. Конечно же, это стопроцентный метод. И я таким образом защищаю себя, потому что некоторые вязки стоят очень дорого. Я работаю часто с такими серьезными заводчиками, и здесь не может быть ошибок. Я не имею права просто на эти ошибки. Поэтому я всегда беру еще прогестерон, дабы у меня были цифровые значения того, что собака действительно была в период эструса отправлена на вязку. Поэтому тут надо уже разбираться с соберем, либо проверять собаку, если до этого она не была проверена на патологии. Здесь я вам даю значение прогестерона. То есть я даю нанограмм и миллилитр. Существуют разные единицы измерения. С этим проблем нет. Если в человеческих лабораториях вам будут давать в наномолях, то в интернете есть обычный калькулятор, который переводит из одних единиц измерения в другие. И это не проблема. Итак, 0,1 нанограмм на миллилитр – это базальное значение. Это говорит о том, что вязать собаку рано. 1,3 нанограмма на миллилитр – это говорит о том, что произошел пик лютинизирующего гормона. Это значит, нам нужно еще 48 часов на овуляцию, а потом еще от 24 до 48 часов на созревание ооцита. Поэтому если мы видим 1,3 нанограмма на миллилитр значение, значит мы повторяем снова исследование через 2-3 дня. Если мы видим значение 3,5 нанограмм на миллилитр, то это значит, что произошла овуляция. От периода овуляции до фертильного периода должно пройти примерно 48 часов для созревания ооцита. Соответственно, где-то через 1-2 дня нужно повторить исследование на прогестерон, либо вы можете сразу написать рекомендуемую дату вязки, не сегодняшнюю, когда вы брали кровь и сыворотку крови получили такое значение, а послезавтра, например, то есть через 2 дня. И 5,3 нанограмм на миллилитр – это уже фертильный период, то есть вы пишете в заключении о том, что рекомендуемые даты вязки, такие-то, такие-то, ну то есть сегодняшним числом, потому что уже фертильный период, уже можно вязать. Далее. Лютонизирующий гормон. Суть лютонизирующего гормона, что я вот вам до этого говорила, что происходит в определенный момент его пик, пик лютонизирующего гормона, и он становится достаточно высоким. Соответственно, лютонизирующий гормон хорошо использовать, если суку мы будем отправлять куда-то, на вязку, в какой-то другой город, так как у людей будет от 2 до 4 дней на транспортировку собаки до жениха. Поэтому этот вариант хорош, но я лютонизирующий гормон не использую, так как достаточно дорогостоящий он, во-первых. Во-вторых, его нужно поделять 2 раза в день. Существуют тоже экспресс-тесты на лютонизирующий гормон, вот это лютонизирующий гормон, это релоксин, гормон беременности. И, в принципе, можете его использовать, если в этом есть у вас необходимость. Но 2 раза в день его нужно определять. Это проблематично, если это не экспресс-тест, да, потому что в некоторых лабораториях результаты гормональных исследований приходят только через 3 дня. Тоже точный метод достаточно, поэтому на ваше усмотрение. Хотите использовать, хотите нет. Дальше, следующий метод у нас эндоскопии. Вот картина в анеструс, то есть абсолютно спокойная слизистая оболочка, не отекшая, нет выделений, ни кровенистых, ни слизистых, никаких. Светло-розовая слизистая оболочка. Это у нас уже стадия проэструса. Мы видим очень такое большое количество кровенистого эксудата. Мы видим отекшую слизистую шейку, да, такую гипертрофированную, физиологически гипертрофированную. Это эструс. Становится снова спокойной слизистая оболочка, но все же мы видим вот такие тяжи. Мы видим, что она все же отечна, не так отечна, как проэструс. И есть небольшие выделения, их практически не видно, и они светло-розовые, то есть они прям сливаются со слизистой оболочкой. И медэструс. Отек спал. Мы видим, просвет открылся, светло-розовая стенка. Это если эндоскопическими методами определять период овуляции. Дальше. УЗИ. Конечно, УЗИ имеет место быть. Здесь большое значение имеет уровень УЗИста. Большое значение имеет сам аппарат. Какое у него разрешение, какой у вас датчик в наличии. Если проэструс, то стадия проэструса выглядит так. Мы видим мелкие фолликулы. Яичник только начинает формировать их. Поздний проэструс. Фолликулы становятся уже достаточно объемными. Мы уже можем их фиксировать. Сформированные фолликулы, они от 5 до 11 мм у собак. У кошек более точные промеры. У собак, сами понимаете, яичники разные. Потому что у собак есть 2 кг, а у собак 70 кг. Поэтому вот такие большие, большая разница может быть в фолликуле в зависимости от размера собаки. Ну и вот овуляция. Это картина, которую мы ждем. На УЗИ можно проверить, если у вас есть сомнения. Например, у вас нет эндоскопа, но у вас есть микроскоп и УЗИ. Отлично. Ну и кровь вы можете отправить на предисторонное определение. И последний метод, я так чуть-чуть о нем расскажу, потому что я говорю, это больше заводчики используют. Я его не использую. Это не стопроцентный метод исследования. Суть в том, что берут слюну. Дело в том, что слюна и шеечная слизь в результате действия эстерогена, она, как сказать, кристаллизуется. И в зависимости от уровня кристаллизации, можно говорить о количестве эстерогена, вырабатываемого организмом, тем самым подозревать овуляцию. Можно взять слюну, просто нанести ее на предметное стекло и дать ей высохнуть. И посмотреть в микроскоп. Будет вот такая картина, если это уже овуляция. То есть напоминает такой листок папоротника, картина микроскопическая. Для заводчиков есть специальный прибор, арбор, маленький микроскоп размером с губную помаду. То же самое делают, то есть туда тоже вводят слюну на специально предметное стекло, там их ограниченное количество. И смотрят в эту трубочку и видят вот такую картину. Если такую картину видят, значит это говорит о том, что овуляция. Но это не влечебный метод, просто я вам для общего развития даю его. У меня все. Вопросы, если будут, можете либо в инстаграм, либо на почту писать, как вам удобно. Всех было рада видеть. Спасибо большое Урал Биевету за организацию. Как всегда молодцы, все на высшем уровне организовали. Вам спасибо за участие. Спасибо. 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 Спасибо.